Всем привет! Меня зовут Марьян, я инженер по тестированию в команде VK MiniApps, и сегодня мы поговорим с вами о безопасности мини-приложений. Сразу хочу отметить, что тема безопасности слишком огромна, чтобы пройти ее за один урок, поэтому мы посмотрим на самые частые ошибки разработчиков в их приложениях. Ну а прежде чем мы начнем, короткий слайд. А зачем тестировать безопасность? И тут все просто. Если приложение будет небезопасным, тогда у него попросту не будет пользователей. Никто не захочет пользоваться сервисом, данные которого легко похитить, или экономика которого была нарушена с помощью какой-то уязвимости. А теперь к примерам. Первое, о чем мы поговорим, это уязвимость контроля доступа, а именно отсутствие проверки параметров запуска. Про сами параметры запуска вы узнали из предыдущих уроков, а сейчас обратим внимание на слайд. На нем мы видим запрос на логин и какой-то ответ. Если посмотрим внимательнее, заметим, что с клиента передается VK ID пользователя, и в ответе возвращается токен для взаимодействия с приложением. Из-за того, что разработчик не использует параметры запуска, мы можем просто изменить ID на любой другой и получить токен другого юзера. Следующий пример. Здесь у нас разработчик передает параметры запуска в заголовке, и если бы мы попытались их подменить, то у нас бы ничего не получилось. Подпись проверяется и может показаться, что все хорошо. Но разработчик решил передать ID пользователя в теле запроса, и никак его не проверяет. Из-за чего мы все так же можем подменить ID на любой другой, и в данном случае изменить другому пользователю баланс. Даже если мы проверяем подпись, иногда случаются моменты, когда это удается обойти. Это в случае про дублирование VK User ID. Бывает, что простым дублированием параметра с другим значением мы можем пройти валидацию подписи и получить доступ к чужому аккаунту. Это происходит из-за того, что разработчики могут использовать отсортированные параметры запуска для проверки подписи, а для бизнес-логики приложения брать неосортированные значения и строки с параметрами запуска. Так и возникает. Это уязвимость. Еще я бы хотел сюда выделить админ-панели. Это не редкость для приложений, и о них тоже стоит заботиться. Просто попробуйте представить, как часто разработчики ставят на свои админ-панели пароль что-то вроде админадмин, либо же админ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последнее, что я хотел бы выделить в эту группу, это ошибки в бизнес-логике приложения, или чересчур сильное доверие данным с клиента. Все, что мы отправляем с клиента на бэкэнд, мы можем изменить, а значит и доверять этому мы не можем. На этом примере мы видим уже знакомый из предыдущих слайдов запрос на изменение баланса. В теле мы видим поле Stars, в котором можно передавать необходимое значение. Просто изменив значение, здесь можно было бы изменить баланс другому игроку в сервисе, что явно бы сломало экономику. Следующая группа проблем — раскрытие информации. И первый пример — это разные утечки в коде клиента. Во время разработки могут использоваться разные моки, в том числе которых могут быть и токены, параметры запуска и другие. Иногда их забывают убрать, а любой другой юзер простым способом может их найти. Токены и другие данные, которые мы не хотим, чтобы юзер видел, мы в коде клиента не оставляем. Отсутствие обработки ошибок. Отправив запрос с синтаксическими ошибками, мы можем встретить разное поведение. В каком-то случае у нас вываливается стектрейс. В другом случае мы можем получить более интересные данные, как на скриншоте 2, где при неправильных параметрах запуска сервер отдавал сгенерированную им подпись, которую мы могли бы переиспользовать, и запрос бы успешно прошел. Этот слайд чем-то похож на предыдущий, потому что мы все так же имеем дело с ошибками. Но особенностью дебаг-режимов является то, что часто в них могут раскрываться системные перемены, в том числе токены, делиться которыми мы бы не хотели. И последний пример в этой теме — это открытые репозитории. На скриншоте можно увидеть бэкэнд проекта на GitHub, а в файле подключения к базе данных лежали логин и пароль. Хотите делать проект вместе с другом? Просто отлично, но не забывайте позаботиться о том, чтобы он не был публичным. Последнее, что я хотел бы показать, это racecondition — уязвимость, которая возникает при параллельных запросах к серверу. Сейчас покажу на примере, и сразу станет все понятно. У нас есть приложение с рецептом, и есть какое-то количество лайков. Попробуем поставить лайк, и посмотреть, какие запросы уходят. Открываем Charly's, и видим запрос на установку лайка. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Repeat Advance, устанавливаем 10 итераций в 10 потоков, а после отправляем их. И давайте посмотрим на результат. Мы отправили 10 параллельных запросов на сервер. В один момент он 10 раз проверил, что наш лайк уже стоит, и 10 раз снял лайк с поста. В итоге мы скрутили счетчик лайка в минус и понизили рейтинг рецепта. А уязвимость можно применять везде. Например, при активации бонусов, при переводе валюты и во всех местах, где есть какие-либо ограничения. А на этом все. Список возможных проблем, за которыми необходимо следить, есть на нашем деф-портале. И ссылочку мы оставим в комментариях. Спасибо за внимание, следите за безопасностью и улучшайте ваше приложение. Безопасность – ваше все.